Остановились мы в эко-отеле в Вильнисе И у нас есть специальный обзор на этот отель Чем он интересен? Комфортом Смотрите, здесь можно отдельно снять номер для детей Будет он выглядеть так, в виде, как будто бы это поезд едет за окном А есть, разумеется, отдельная ванная комната Шикарная, вот такая вот, душевая точнее И, разумеется, здесь интересен уровень отделки Здесь коммерческий ковролин И здесь боковая отделка из фанеры То есть, неубиваемый интерьер Здесь 20-я база красочки прокрашена И мы сюда уже ездим Мы здесь впервые были в 2016-м Сейчас, спустя два года, появились здесь И здесь по-прежнему так же круто Мы здесь заплатили всего-навсего 75 евро И сняли два номера И это действительно номер великолепного качества И что самое интересное, почему мы снимаем именно этот отель Потому что в шаговой доступности То есть, нам 25 минут пешком отсюда до исторического центра То есть, мы сюда приехали и ножками за 25 минут нашли до исторического центра И мы уже в старом Вильнюсе, в старом городе Ну и до аквапарка здесь на машине примерно 15 минут езды Но довольно комфортно Поэтому мы выбираем этот отель Качество плюс цена здесь на высоте А сейчас мы отправляемся покушать И покажем, какой здесь завтрак Вот тут он еще включен завтрак Так, мы расскажем завтрак Что здесь интересно То, что у эстонцев, литовцев и у Гошейн Принято по утрам есть середку с активностью То есть, у некоторых почему-то это пугает Но мы к этому уже прямо очень привыкли Так, ну что же, друзья Мы, конечно же, решили прогуляться по Вильнюсу И еще раз напомню, что мы многодетная семья И у нас очень маленький грудной ребенок И поэтому лучшее место для прогулок Мы выбрали христианский храм Который был сооружен на месте языческого святилища В 15 веке Предполагается, что также храм был основан Великим князем литовским Миндвогом Королем литовским в 1223 года Ну, это исходя из той информации Которая есть в открытом доступе в интернете Нам, к сожалению, не удалось найти экскурсовода Но это и не нужно Смотрите, какой кайф я испытал То есть было Рождество Ну, Рождество уже давно прошло, как бы Но вот это рождественское настроение В этом храме Она как бы присутствовала в этом костле Больше всего мне понравилась вот эта комната Которая напоминала мне Я как раз недавно вернулся из Португалии Вот нечто того, что я видел в замке Мафра в Португалии Один из самых больших замков в Европе Вот эта комната мне очень напомнила этот замок Очень великолепно сделана подсветка Фрески, балерьефы, отделка мрамором Насколько я понимаю, эту отделку делали итальянцы Это фламандская школа Одна из известных вас Точно не буду врать Но это очень известная вас Надо просто брать экскурсоводов Которые много о ней расскажут Очень интересные ощущения Здесь просто очень интересные Учитывая то, что Литва не такое большое государство В сравнении, скажем, с колониальной Португалией Вот такой уровень отделки В кослах, в крамах Это большая редкость На всей, наверное, территории Латвии, Литвы, Эстонии Понравились мне вот эти вот Обалденные своды С гигантской картинной галереей Правда, немножко непонятно Каким образом смотреть Может быть, вот с этого ракурса Обычно, обычно в кослах Они расположены на уровне глазобзора А здесь мы можем видеть их на самом верху Немноголюдный костел Что очень редко для Европы Но вот мне повезло Была зима, холодно И мы походили И поискушали себя Вот этим ощущением радости Чем-то необычным Вот эта интересная фишка Это подпол Кажется, заходящий кидает туда монетку Но и не может тебя не обрадовать Вот этот орган Это суперский орган О нем можно рассказывать и рассказывать Но визуальный его вид был просто великолепный Далее мы проследовали погулять По рождественскому рынку Он очень интересный Потому что он в таких белых тонах Такое ощущение, как будто бы это гуляешь зимы в Дании Или Швеции Скандинавский стиль Но все, что продавалось Это, безусловно, было литовского производства И каждая вещь, она была уникальна И необычна То есть ничего подобного не встречаешь Ни в Латвии Ни в Литве И купить тут, конечно, сувенирчик Это большое счастье Большая редкость Все это хендмен Сделано ручной работой Литовскими мастерами Начиная от пряночных домиков Кончая до всевозможных брелков Кухня была не широко представлена Хотя в Литве очень хорошая кухня Она очень вкусная Наверняка потому, что Можно зайти в любой кафе и ресторан И она там будет Поэтому здесь был лишь Глитвейн В шести или двенадцати видах Местного исполнения Которую, опять же, можно попробовать только здесь Сама елка Креативная, необычная Ну, мне показалось, она интересной Обязательно попробуйте Глитвейн Дело в том, что он здесь В разных видах То есть вишневый и малиновый И бог его знает, какой еще Креативу, конечно, у литовцев не занимать Каждая вещь, она действительно уникальна Мы подошли к этой башенке В башенке можно купить хороший билет За четыре с половиной евро Это экскурсия по подземелью Старого города То есть под этой церквью Кослом есть огромное подземелье По нему можно погулять Но экскурсия один раз в день В три часа Что нам не подходит Потому что сейчас двенадцать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вход, как обычно, впечатляет По-моему, даже вход у этого аквапарка В этот аквапарк лучше, чем у какого-либо другого Аквапарки в Литве, конечно же, есть в большом количестве Но беда в том, что вильнюсский аквапарк, пожалуй, самый ужасный аквапарк Не с той точки зрения, что он не отремонтирован Или у него есть действительно там дефекты Кругом ржавчина, плесень, антисанитария Дело в том, что у него нет просто нормальных рук Нормального хозяйственника, который бы ухаживал за этим аквапарком Я не хочу злословить особенно, но вы сами все видите Дело в том, что этот аквапарк не ухожен То есть сумма ремонта косметического легкого, который нужно сюда вложить Она буквально копеечная Вот все это ржавчина Все это очень портит настроение Поэтому я вам скажу, если вы приедете со своей второй половинкой Или в крепкой мужской компании Где вы хотите выпить немножко чего-то горячительного Расслабиться, он вполне подходит Хороший аквапарк Но опять же, если вы приходите с детьми И дети у вас все хватают в рот Особенно грудные, маленькие То обратите внимание на антисанитарные нормы Во всех бассейнах перебор хлорки Эта хлорка щекотит нос Ну невозможно находиться в этой воде Я не знаю, чем думают люди в этом аквапарке Ржавчина, грязь и плесень Вы ее найдете везде Недавно аквапарк, конечно же, был отремонтирован Многие вот эти вот вещи, которые вы видите на видео Их нету, их убрали, да, безусловно Но если за ним нет должного ухода То эти вещи будут всплывать и всплывать и всплывать Это самый худший аквапарк на территории Балтии И возможно даже Европы Ну то есть из 30 аквапарков, которые я посетил Я не знаю наихудшего аквапарка Стоимость этого аквапарка обходится на 7 из 5 человек Когда двое взрослых, трое детей Примерно в 70 евро Я думаю, 10-20 билетов решили бы все эти проблемы Либо на него действительно профессионального уборщика Но то количество ржавчины, грязи и плесени, которые здесь есть Вот у вас вопрос ведет с ума Я повторюсь Если у вас есть маленькие дети Вас это будет бесить Потому что вы понимаете, что маленький ребенок может заболеть Ну из-за какой-либо малейшей вещи Которая взрослому вроде бы и не важна Вот и если вы взрослый, что человек То конечно же вам на все это глубоко наплевать И вы получите здесь действительно какое-то настроложение Но мы его посетили Потому что зимой особо в Вильнюсе делать нечего Хочешь не хочешь приходится идти в аквапарк Итак, к сожалению, мы по Вильнюсе не погуляли В нашем случае у нас маленькие дети И у нас минус абсолютно на улице Что очень холодно Поэтому мы сюда приехали за такими рождественскими настроениями Мы их получили Несмотря на то, что Рождество Новый Год прошло Праздник еще будет целый месяц На всех рождественских площадях Во всех столицах Европы Поэтому получить такие более-менее какие-то эмоции Они полезны Напомню, что мы сами из Риги, из Латвии Если сравнивать То гораздо романтический и гораздо красивее Рождественский базар и Рождественская площадь в Риге Потому что мы до этого посетили Таллин Были в Риге у себя на родине, так сказать И есть с чем сравнивать И конечно теперь я понимаю россиян Которые и украинцев, белорусов Которые стремятся все-таки на Рождество попасть в Латвию Она компактнее, она красивее Что в Вильнюсе? Ну не совсем, так скажем, Камильфо Это большие площади То есть это получается от одной сопримечательности На другой надо много идти, идти, идти А на морозе, когда допустим минус 7, минус 10 Ну довольно холодно Просто так ходить, большие отрезки И ты не получаешь такого кайфа То есть ты вот получил кайф Вау, Рождество, новогоднее чудо, да, какое-то А потом, когда ты по морозу пройдешь Километр-два И там что-то будет закрыто Или что-то появится Ну с маленькой долей дискомфорта И сразу общее настроение портится Поэтому в Вильнюсе самое прекрасное Это центральная площадь, это елка Этот вот базарчик Что мне вот показалось интересным Что в Таллине и в Риге Эти все базарчики, они оформлены в светло-желтом В огненных цветах И когда вокруг все белое и холодно Белого и так слишком много И в Вильнюсе, если посмотреть То весь собор у нас белый Весь рождественский базар белый Ну такого, по-моему, нигде нет в Европе Это очень интересно Побывать в таких новых ощущениях Очень хорошо, если вы выбрали тур по балтийским столицам Таллин, Рига и Вильнюс Есть чем сравнить То здесь, обратите внимание Весь базарчик белый Все белое, белое, белое Все-таки единственное белое Ну то есть такое скандинавам Я думаю, это прям понравится Вот как у себя дома будет чувствовать Мне все-таки не хватало желтого, теплого И немножко огня Не было нигде открытых огней Чтобы жарили шашлычок какой-нибудь на углях Чтобы что-то в чугунке варилось Вот этого тоже не встретил Все вот так сугубо, как у немцев Квадратишь, практишь, жгут Ну вот чего-то не хватает Но в целом Вот получить другие ощущения Другие эмоции Вильнюс надо посещать И скорее это позитивный город И очень комфортный То есть мы не столкнулись здесь Никакими элементами агрессии Неактивный, не пассивный Все великолепно Но сейчас мы двигаемся во второй курортный город Вильнюса Это Друскиненькай То есть для посещения очень рекомендован Тракай Он находится очень близко к Вильнюсу Но там мало что есть делать Там есть аквапарк Тросалис Видео приложу в описании Мы уже в нем были Я его не называю зимним аквапарком По какой причине? Он внутри очень холодный То есть Виши, аквапарк вильнюсский Он очень холодный С детьми там холодно Это первое, что надо понимать И бани Есть взрослые бани Но нету детских бань То есть ребенок будет мерзнуть в этом аквапарке Согреться у него не получится То есть будет заболевание Насморк И то же самое Тросалис в Тракай Однотипная такая вещь Поэтому есть смысл найти какой-нибудь спа-отель В Друскиненькай Или Друскиненькайский аквапарк Он тоже не мега теплый Такие как эстонский или латвийский Да, аквапарки Для маленьких детей Для маленьких Повторюсь Но тем не менее Гораздо комфортнее, чем в Вильнюсе Поэтому мы попробуем найти спа Но есть один огромный минус То, что вот в это время В период каникул детских Все спа, они конечно же А, переоценены А у них стоимость в 2-3 раза выше оригинала А во-вторых Их невозможно снять Ну, сейчас двигаемся в Друскиненькай И посмотрим, как у нас получится Так, все то, что я говорил Сейчас это касаемо только Рождественского настроения Рождественских каникул Назовем его так И площади Центральной площади В целом Вильнюс гораздо красивее Я бы даже сказал, что Вильнюс, наверное Потом может быть Таллинн И потом уже Рига С одной стороны Может быть Рига мне приелась Потому что я 40 лет в ней живу И для меня Эмоционально эти города Окажутся красивее Но, по сути Что такое Вильнюс? Вильнюс это горный город Это примерно как Лиссабон Там город на семи холмах То есть, когда есть разные ландшафты Неравнинные Они всегда выглядят красивее Потом Неман-река Да, она меньше, чем Даугова Но она петляющая река такая И с точки зрения красоты Внутренней эстетики Петляющая река Высокие берега Оно, конечно же, красивее Если мы возьмем Таллинн То в нем сохранилось Очень много готических зданий Очень много рыцарской эпохи Это тоже свой элемент романтики Латвия, она такая консервативная Больше из всех трех республик И она менее подвержена развитию То есть, вбить какую-то инновацию В умы латышей Это прям невозможно Эстонцы гораздо легче идут на инновацию А литовцы, они мега предприимчивые Поэтому, когда мы по Вильнюсу едем Количество шикарных новостроек Количество мега крутых, смелых проектов У них больше, потому что они ближе к Польше Поляки вообще предприимчивые И они все черпают оттуда Эстонцы, они прям вот им речку на лодке переплыть Это уже Скандинавия У них тоже есть мощный подтекст оттуда А в Латвии высокий индекс русского населения И Латвия все-таки больше черпает чего-либо Скажем так, из Москвы Но хотя город тоже такой интересный Мы черпаем что-то из Москвы Что-то из Скандинавии Что-то из Германии, что-то вообще из Англии Как ни странно звучит, потому что Треть населения Латвии проживает На постоянном месте жительства в Англии Но, но мы не так, латыши, развиты Не так развиваемся И у нас не так предприимчивость в крови развита Как у литовцев, скажем И здесь с точки зрения позитива И с точки зрения плюс-плюс-плюс-плюс И бонусной эмоции Их здесь больше велись, чем в Латвии, скажем так Латыши дисплей